До ежегодной премии губернатора нашей Подмосковии остается еще полчаса. Ознакомиться с номинантами на лучшие социально значимые проекты региона можно уже в фойе Вегас Сити Холла. Здесь о своих достижениях рассказывают организаторы волонтерских и экологических проектов, участники кораблестроительного клуба. А вот студентам МГУ есть не только что рассказать, но и показать. Это виртуальная лаборатория ломоносов. С помощью шлема и контроллера можно проводить опыты по биологии, физике и химии. Например, сейчас идет эксперимент по выделению водорода. Виртуальный проект разработан студентами и уже успешно внедрен в нескольких школах Москвы. В некоторых школах уже нет возможности проводить практические работы, потому что они, например, являются объектами культурного наследия, поэтому в них нельзя оборудовать химическую лабораторию. Это позволяет сэкономить средства на аренде лабораторий, работе лаборанта и реагента. В зрительном зале собрались сотни инициативных жителей Подмосковья. Они реализовали социально значимые проекты на территории региона и уже приносят пользу окружающим. Премия «Наша Подмосковья» создана в 2013 году губернатором Андреем Воробьевым. Мне очень приятно, что инициативы есть в самых разных сферах. И молодежная политика, и патриотизм, экология. Все, что касается жизни человека. Это помощь старшему поколению. Я хочу искренне поблагодарить все те 300 тысяч человек, которые за все это время прияли участие в конкурсе. Спасибо вам. На сцене награды из рук медийных личностей получили несколько самых активных организаторов проектов. Это победители в номинациях «Прорыв года», «Творчество и духовное наследие», «Волонтерство и благотворительность», «Экология». Чтобы вручить награды всем победителям, а их в 2019 году около тысячи, понадобилось бы не меньше суток. Поэтому всех поздравили заочно. Среди химчан 28 победителей. В этом году на премию губернатора более полутора тысяч заявок было от городского округа Химки. Во второй этап отбора проектов прошло более 300 проектов. И 28 наших горожан стали победителями этой премии, премии 2019 года. В числе победителей химчане, которые организовали спортивные мероприятия для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, добровольческие дружины для работы с нуждающимися слоями населения и многие другие. Все они получат по 180 тысяч рублей на дальнейшее развитие своих проектов.